Привет, друзья! В этом видео мы поговорим о постановлении правительства Российской Федерации 2 апреля 2020 года, номер 417. Пост об этом я размещал на основном канале вкладки «Сообщество», также в нашей группе ВКонтакте. Основная суть данного постановления прописана в пункте номер 3 под буковкой «В». Там сказано, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, органы исполнительной власти и организации должны предоставить нам средства индивидуальной защиты, а уже потом требовать от нас использовать эти средства. Иными словами, если вы приходите в магазин или в другую организацию, то прежде чем потребовать от вас одеть маску, вам должны ее предоставить. И заметьте, там написано «именно предоставить, а не продать вам». Особо бомбящие и неверующие в законы комментаторы были уверены, что все это лишь слова, этот закон не работает. Подстрекали меня специально подходить к полицейским, требовать от них маски и так далее. Естественно, на такие дешевые провокации я не реагирую. Но вот когда пришло время, по крайней необходимости, выехать в магазин, то появилась возможность вам наглядно показать, как действует данное постановление под номером 417. Мы приезжаем в магазин «Перекресток» в Подольске. Тот самый, о котором недавно, буквально неделю назад, также в группе был пост. Человек пытался без маски купить товар, и ему не хотели продать. Мотивирую это тем, что пока он не купит маску, ему товар не продадут. Маски у меня с собой нету, но согласно 417 постановлению, прежде чем требовать одеть маску, они обязаны мне ее предоставить. Давайте проверять. Скажите, а у вас все уже не гоняет то, что дерьма? Ну что ж, как мы видим, нам никто не предоставил маску, но от нас никто и не требовал ее одевать. И также спокойно нам продали товар без маски. Значит, 417 постановление здесь соблюдается. А сейчас мы посетим медицинский центр. Пойдемте, вам для отсутствия. Все, вы не снимайте, или я вам сейчас дам обычный. Да, нормально. Нормально. Пойдемте. Вот, вот приятно. Давайте, да. Спасибо. Вот. Я правильно надел? Я еще одну. Я каждый по-разному надел. Не, ну вы скажите, как я правильно? Ну, вроде правильно. Все, спасибо. Вы исполнители. Для чего это? Я понимаю, что вы исполнители. Вопрос по-другому. У нас же есть у каждого разум и голова на плечах. Помимо исполнения, мы должны понимать, что мы вообще исполняем. Потому что видели же, да, как... Мы участвуем в плохом театре, но мы от этого ничего делать не можем. Ну, вот за это вам уважение, что вы понимаете. Вы помните вот эти видео, когда говорят полицейским, если вам дадут приказ стрелять, будьте, будем людей стрелять, понимаете? Я просто, мне же надо понять, если вам дадут приказ насильно лечить, вы же тоже, наверное, будете все-таки задумываться. Насильно мы не имеем права. Ну, слава богу. Мы пока гуманно относимся еще. Потому что у вас еще остался разум, и это радует. Стараемся следить максимально и сделать условия здесь обслуживания доступными в такой период. Обработать руки, маски, бахилы. Это понятно. Ну, что ж, друзья, как вы видите, постановление 417 в этих двух местах у нас соблюдается. Но важно, чтобы вы сами знали об этом постановлении, и чтобы вы напоминали, когда приходите куда-нибудь в организацию, или вас остановили, например, те же самые сотрудники полиции. Не стесняйтесь, напоминайте им об этом постановлении, изучайте законы и требуйте к себе законного отношения. Всем спасибо, удачи, до встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok